Цифровизация в глубинке. Школа в Енисейском районе получила компьютеры и интерактивные доски в рамках федерального проекта. Они готовы к доске выходить, чтобы маркером выполнять задание. Они просто готовы все разом к доске идти. Под водой и в полной амуниции. Каннские спасатели спустились на дно бассейна. Для чего нужны такие тренировки? Это тренирует физиологические свойства человека, это барабанная перепонка. Надо бы так, чтобы когда настойкает сезон или вообще ситуация, чтобы нам реагировать без проблем. Секреты сыроваров. Для чего Ужурский молокозавод каждый год приглашает технолога из Италии? Я 30 лет варю сыр. Я начал, когда маленький ребенок, ребенок, вот так, молодой. И начало на Пармезан, и на Пармезан. Очень много разных сыр. Вот так. Что такое цифровая образовательная среда, учащиеся Озерновской школы знают не понаслышке. На занятия в классы, оснащенные новым компьютерным оборудованием, ребята всегда спешат с охотой и стараются никогда не опаздывать. А все потому, что здесь любой предмет изучать гораздо интереснее. Вот, например, урок математики. Сложная тема, действия с дробями. Но ученики с удовольствием выходят к доске и, как орешки, щелкают трудные задачи. Они довольны. Говорят, давайте будем больше работать на компьютерах. Давайте будем только работать на компьютерах. То есть, вот им нравится. Они готовы к доске выходить, чтобы маркером выполнять задание. Они просто готовы все разом к доске. Идти не важно, какое задание. Лишь бы только ответить и написать что-то на цифровой доске. Чтобы учить детей по-новому, их педагогам тоже пришлось сесть за парту и пройти специальные подготовительные курсы. Зато теперь они признаются. Цифровая образовательная среда открывает перед ними практически безграничные возможности. Например, на интерактивной платформе школьники занимаются в своем ритме. Также здесь можно найти много дополнительного материала, что позволяет каждому ребенку развиваться по разным направлениям и лучше усваивать пройденную тему. А еще такая платформа просто незаменима при дистанционном обучении. Эта платформа интересна тем, что тут нужно спросить одноклассников, вопрос задать. Даже если человек из дома болеет, ему не надо постоянно где-нибудь в 9 вечера спрашивать у учителя. Он может просто зайти на эту платформу и поработать на ней. На этой платформе можно выбрать для каждого свой уровень, который он может сделать, который он понимает и знает. Потому что для кого-то есть какие-то сложные моменты, а для кого-то это легко. И тот, для кого это легко, он может это выбрать, а тот, кому это сложно, он может выбрать что-то полегче. В этом году по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» Зерновской школе было выделено почти 3 миллиона рублей. На эти средства закупили новое оборудование, которое сделало процесс обучения еще более интересным. Мы получили 46 компьютеров, ноутбуков для детей, 3 ноутбука для педагогов, 6 для администрации школы, 2 многофункциональных устройства. И что самое такое для нас, наверное, важно, это 2 интерактивные панели большие, которые, вот вы видите, они в себя включают и компьютер, и проектор, все вместе для работы с ребятишками. Кроме этого, в школе уже несколько лет проводятся занятия по робототехнике, учащиеся сами моделируют и собирают разумные машины, и потом испытывают их в действии на специальных стендах. Здесь же можно разработать любую объемную фигуру или деталь, а потом распечатать ее на 3D-принтере. Педагоги уверены, современное образование должно быть именно таким. Сегодня водолазы работают в бассейне. Несмотря на то, что место самое, что не есть, безопасное, готовятся к спуску так, как будто это акватория реки. Штатный медик у канских спасателей проверяет состояние здоровья. Сами водолазы тщательно осматривают оборудование. Такие плановые учения нужны для укрепления навыков. Сегодня водолазы оттачивают два упражнения – нахождение на грунте и работа с сигнальным концом. Его используют в том случае, если подводная радиосвязь вышла из строя. Это тренирует физиологические свойства человека, это барабанная перепонка. Надо бы так, чтобы когда наступит сезон или вообще ситуация, чтобы нам реагировать без проблем. Еще мы находимся в таком месте, где много детей. И глядя на нас, возможно, у многих появится желание связать свою жизнь с такой профессией, как водолаз, как спасатель. Далеко не все сотрудники Каннского поисково-спасательного отделения являются водолазами. Всего их в штате 16 человек. Тренировки для них проводят регулярно, раз в месяц. Это помогает поддерживать готовность к выполнению оперативных задач. Многие из ребят, которые сегодня проходят службу на нашей станции, уже имеют опыт водолазных работ. Но также есть ребята, которые пришли недавно. И такие спуски, они, наверное, в первую очередь необходимы для них, чтобы приобрести опыт работы, чтобы получить какие-то навыки, так как уже находясь на открытой воде, это будет сделать гораздо сложнее. У спасателя нет сезонности. В любую секунду водолазы могут отправить под воду или полет. В экстренных условиях эти люди действуют четко, быстро и слаженно. За эту зиму наши спасатели выехали больше 10 раз на помощь. В Ужуре после капитального ремонта открылась детская поликлиника, сообщает газета «Сибирский хлебороб». На реконструкцию потрачено более 9 миллионов рублей. Благодаря нацпроекту «Здоровье» в поликлинике теперь есть современная регистратура, техника для навигации, а также приобрели аппарат УЗИ и оснастили рабочие места врачей новыми компьютерами. В зоне ожидания создана новая игровая. Все, как и положено, по новым правилам. В Тюльковской школе Балахтинского района торжественно открыли парту героя, рассказывают корреспонденты газеты «Сельская новь». Анастасия Григорьевна Кожуро в 1942 году возглавила полеводческое звено, которое обеспечивало семенной пшеницей все соседние хозяйства. В 1949 году Анастасия Григорьевна была удостоена звания Героя социалистического труда. Благодаря этому патриотическому проекту имя землячки-труженицы теперь будет знать каждый ученик Тюльковской школы. Волонтеры из Дзержинского приняли участие в акции «Студенческий десант». Вместе с ними на встрече с работниками МВД побывали корреспонденты газеты «Дзержинец». Ребятам рассказали о повседневной работе сотрудников подразделения и задачах, которые они выполняют, и о службе в дежурной части. Полицейские ответили на все вопросы, в том числе и на главный, как стать работником органов внутренних дел. Об искусстве. В Лисосибирском выставочном зале прошла необычная выставка работ воспитанников из-за студии «Мой художник», рассказывает редакция газеты «Заря и Нисея». На экспозиции представлены оригиналы картины художника Арсения Милованова и их копии, которые выполнили дети. Юные художники примерили на себя роль мастера. Ребята, изучая картину, вникали в идею, в образы, изучали почерк, манеру, технику художника. Некоторые работы можно было отличить от авторских лишь по наличию автографа. А еще пармезан, азиага, пекарина, монтазио и томино – замысловатые названия, словно песня для сырных гурманов. И все это, возможно, совсем скоро будут производить у нас в крае. Новые сорта, а заодно и секреты их приготовления, в Ужур привез итальянский гуру Симоне Манфредини. Его миссия – обучить местных технологов настоящим итальянским рецептам. Это очень вкусно. Это брат моцарелла. Ловкость рук и вот уже из двух тонн молока получается 250 килограммов сыра. Итальянский гость полностью изменил технологию приготовления моцареллы. И благодаря секретному ингредиенту она теперь тает во рту. Раньше на своей родине, рассказывает Симоне, новые сорта сыра он изготавливал исключительно вручную. А сейчас, в век технологий, этому может научиться каждый. Варкой сыра Симоне Манфредини занимается чуть ли не всю жизнь. Теперь, говорит, настало время поделиться опытом с русскими коллегами. Я 30 лет варить сыр. Я начал, когда маленький ребенок, вот так, молодой. И начал на пармезан, и на пармезан. Очень много разных сыр. Вот так. Я уже работал как технолог 10 лет. Вот так. Очень много другой страны. Но самое лучшее, как я люблю, русский сыр. Всего за пару дней, проведенных в Ужуре, итальянец научил местных поваров десятку новых рецептов. Самое главное – тщательно соблюдать технологию сыроварения. Сивырки, много сивырки. Сивырки много? Да, чуть-чуть меньше. Это из дуб яш, асидификация на кастрюльке, потом нужно мусоррера, когда мятка, понимаешь, видела? Она как мятка. Когда шука, я не кузна, понимаешь? Понятно. Понятно? Видела, как она мятка, видела? Вау! Эксклюзивные сыры по итальянским рецептам уже отправляются в магазины. А повара оттачивают мастерство и планируют ответный визит в Италию за новыми рецептами. В Зеленогорске продолжают свою работу трудовые отряды старшеклассников. Сейчас подростки помогают в детских садах. Девушки проводят инвентаризацию имущества, а вот парням досталась работа на улице. Раскидать упавший с крыши снег такому отряду не составит труда. Фронт работ подбирают методисты молодежного центра. Предварительно обзванивают муниципальные учреждения и узнают, какая нужна помощь. В прошлом году нам позвонила Диана из молодежного центра, предложила помощь свою. Мы не отказались. И в этом году тоже она позвонила. Потом прошла информация на электронную почту. Мы узнали сегодня, что ребята трудоустроены, что они будут помочь. Мы позвонили. Следующим объектом, куда отправят ребят, будет литературный сквер. Здесь тоже предстоит очистить снег и подготовить территорию к весеннему сезону. Школьники трудятся в свободное от учебы время и всего полтора часа в день. За это они зарабатывают почти 3,5 тысячи рублей. Заканчивается зима, и молодежный центр Зеленогорска уже начал подготовку к летнему сезону трудовых отрядов. Бойцам предлагают поделиться своими идеями и предложить объекты и территории для благоустройства города. После длительного перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, актеры рады вновь пригласить любителей искусства на встречу. Творческий сезон 2021 года этот коллектив начал с постановки «По обе стороны кулис». В нее вошли отрывки из трех спектаклей. Постановка «Три тысячи женщин» вдохновленного поэта посвящена жизни, творчеству и, конечно, любви Сергея Есенина. «Фантасмагория» Марии Наполе рассказывает о драматической судьбе русских женщин, так и не дождавшихся своих мужей с войны. А спектакль «Осторожно, женщины» только на первый взгляд кажется легкой комедией. На самом деле там есть о чем задуматься. Мы решили поставить исторический спектакль, называется «Княгиня Ольга». Мы к нему, конечно, уже идем второй год, и я надеюсь, я очень надеюсь, что все-таки звезды так сойдутся, и мы наконец-то нашему зрителю Енисейскому покажем исторический спектакль. Театр «Мегатрон» существует уже четыре года, и за это время он успел полюбиться енисейцам и обрести своего зрителя. Молодой коллектив склонен к творческому эксперименту и имеет довольно амбициозные планы на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok